Добрый вечер, друзья! Возможен ли мир между народами при капитализме? Что на уме у рабочих, приезжающих в Россию из республик Средней Азии, как в Средней Азии делала первые шаги советская власть? Об этом мы сегодня говорим с нашим гостем Шарафганом Бабоевым, кандидатом философских наук, историком, политологом. Шарафган Махмадович, добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже отвыкли, к счастью, отвыкли от сводок в информационных лентах, сообщений в информационных лентах, о том, что кто-то где-то кого-то запинал, зарезал, устроил драку по национальному признаку, по такому поводу. Но, тем не менее, конфликтный потенциал в нашем обществе еще велик. Недавние события в Якутии вновь нам напомнили об этом. Хотелось бы узнать вашу точку зрения на то, откуда берется вот эта неприязнь, эта ненависть между людьми разных национальностей, между народами некогда единой страны. Увы, это реалия обыкновенного капитализма. Мы ничего не сможем. Потому что таково суд капитализма. Закон, разделяя властвы, когда-то выдвинутый императором Константином, до сих пор актуально. Капиталу, конечно, выгодна аморфная масса, которая легко управляет, манипулирует. Вообще капиталу нужно атомизировать частично для того, чтобы править миром. Поэтому они специально делают вот такую политику для того, чтобы создавать иллюзии для местных аборигенов, ну, допустим, местных рабочих специалистов, для того, чтобы якобы они находятся в наиболее привилегированном положении. Ну, это уходит корнями в древние Афины, да, когда были свободные граждане, были рабы, ну, были, конечно, и люди, которые... Можно было сейчас каких-то там... Каких-то социальных катаклизм указать, что вот виноваты они. На самом деле, в современной ситуации именно в СНГ, да, я имею в виду, по-моему, уже нечистое такое формирование, как протогосударственное формирование, да, но, тем не менее, пространство давно уже царствует и увеличится капитал. Законы для него... Когда многие эксперты с экрана телевидения говорят, что вот у нашего президента Владимира Путина что-то не получается, или у того патриота, или той политической партии не получается улучшить социально-экономическую ситуацию, они забывают элементарно, в чьих руках находится власть. Конечно, после 1991 года власть находится в руках буржуазии. Власть, конечно, официально претендует на то, что они защищают интересы всех слоев населения, но на самом деле... всех социальных слоев, классов. На самом деле, прежде всего, как любое нормальное буржуазное государство, прежде всего, защищают интересы буржуазии. Если в условиях кризиса надо помочь обанкротить нашим буржуазией, то, пожалуйста, государственный кредит им без проблем. Если им нужна рабочая сила, нет проблем. Хоть из Африки... Я, кстати, недавно видел, кто на стройках работает даже из Египта уже. Из Египта? Гастарбайтеры из Египта? Да, да, Зигипта работает, значит. Суть в чём дела. Здесь, главное, как они говорят, здесь строят дома. Там, допустим, в этих крупных стройках основном работают люди, которые приезжают именно из республик Средней Азии, из других стран, кстати. Они все здесь, конечно, существует положение рабов, если так по-честному говорить. Работают там по 15 часов на стройках. Иногда им платят зарплату, а иногда могут им не платить. Но, тем не менее, создана такая ситуация, что эти республики, которые когда-то были бывшими, вынуждены отправлять своих граждан на заработки. Почему? Потому что, как и в России, там давно разрушена все национальные промышленности, экономики, там уже давно не работают. Там образовался так называемый класс торговая буржуазия, или как ее называют, паразитические, в общем, которые, они паразитируются на деньги, присланные из гостебайтеров, которые работают еще в России. Они там какие-то открывают тоже торговые центры, не развивают в основном промышленность, не создают рабочие места в основном. И вот эти бывшие республики, особенно центральные азиатские, они в основном, конечно, почти иногда 50-70% бюджет национальный составляют, и деньги, поступающие из вот этих гостебайтеров, работающих в России. В России. А сейчас какой-нибудь националист нас смотрит? Вот, не-не-не. Я сейчас скажу что-то другое. По поводу националиста. Нет, лучше я сначала отвечу, потом... Кстати, это все-таки, несмотря много там минусов вот этих, да, но я всегда вспоминаю учебник СССР. У нас случили так. Да, когда-то в Центральной Азии была колония, как и Кавказ была колония. Было там много минусов, и эксплуатировали там, и были междунациональные конфликты были. Ну, был единственный плюс. Не разрывалось связи между пролетарией России и с пролетариями, ну, трудящими этих окраин царской империи. То есть это как бы создавало некие вот эти связи, не до конца разрушенные. А в настоящее время это, к сожалению, нет, потому что у нас не работает. Тем более еще идет возрождение, идет всех конфессий, да. Идет, идет, конечно, вот именно эти возрождения. К сожалению, я не против конфессий, но не способствует объединению бывших вот этих республик. на место единства между рабочими и крестьянами разных народов, разных республик приходит буржуазный национализм, замешанный на религии. Да, религию, псевдопатриотизм, кваснову патриотизма, который ничего, иногда зачастую не имеющий под себя основу. В принципе, мне вот по поводу, сейчас я выслушаю вас, по поводу националистов. Я не вижу там, допустим, националистов, ничем они не отличаются, ни украинские, ни узбекские, ни таджистские, или ни русские. Они одинаковые. Нет, нет, я хочу сказать, что вот слушает ваши первые слова русский националист и говорит вам, а разве не вы в Таджикистане гнали русских в 80-х годах? Разве не вы сами в Казахстане, в других республиках кричали, что чемодан, вокзал и так далее, очистили свои республики, сделали их мононациональными, все рухнуло без русских, а теперь вы приехали сюда отнимать работу? Я бы этим господам националистам сказал бы следующее. А разве нам было плохо в Советском Союзе? А разве Горбачев и Ельцин были таджиками, которые специально здесь создали условия для того, чтобы разрушить крупнейшую мировую державу? Я помню, в Таджикистане несколько раз хотели провоцировать именно антисоветские выступления, но у них в 90-м году не получился. Кстати, активный был куратором вот этих событий. Я помню, движение был Саюдис, да, это вот с прибалтами, и в МГУ, кстати, я там участвовал. Я наблюдал этот процесс, даже от КПРФ, там тогда еще только покойный Собчак, как вам может быть неизвестно, он активно кого поддерживал в Таджикистане? Партия Исламского Возрождения. Серьезно? Да. Неоднократно там такие импульсы были созданы для того, чтобы пока покончить с коммуняками, и как и в России, восстановить там, ну, демократический, вот как бы, стать на демократическом подразвитии. То есть демократы и перестроечники из центра ломали окраины? Да, окраины специально эмиссаров отправляли, ну, и как бы, это все создавали для того, чтобы разбудить особенно вот эту аморфную массу Средней Азии, потому что самые просоветские эти республики были именно именно республик Средней Азии. Я, когда приезжал в 80-м году, ну, первые в Москве, да, увидел, как все, не удивился, ужас здесь, здесь, понимаете, уже как это, кубинцы говорят, гусанов, здесь такое масса антисоветчиков было, ну, средней интеллигенции. Они рассказывали анекдоты, которые в Таджикистане просто морду набили безза этого, ну, в таких кругах, да, интеллигенских, потому что, ну, такие вот похабные там, анекдоты про Брежнев, все, любой там уважающий там граждан республики даже не могли об этом подумать и говорить. Причем? Потому что у всех была работа, это главное. Знаешь, прекрасные были эти, у нас инфраструктура, дорожные, связь, телефон, у каждого почти уже светной телевизор, да, жили очень хорошо. То есть таджик жил в Таджикистане и работал в Таджикистане? В Таджикистане, конечно, не только. Кстати, Душамбе, этому национальному, если я говорю, говорил бы я им, что я в 75-м году, идешь по улице Душамбе, таджика можно было видеть через, ну, 5-6 человек, там, в основном, это были лица русской национальности или русскоязычные. Так, может быть, это и вызывало ненависть местного населения? Нет, нет. Были, конечно, у нас, конечно, были такие национальности, но их было очень мало, и они тогда голову даже не поднимали. Не было такого вот именно, чтобы вот... А когда началась гражданская война, как бы после развала Советского Союза, и подпитывая вот этими так называемыми демократами из центра, да, из Москвы, вот этой национальности начали там вот поднимали щит, то, что, вы говорите, долой там русских, долой и это самое. Но я хочу сказать, здесь не до конца надо быть объективным, что шла гражданская война, а в гражданской войне не разбирает, кто ты там. Там воевали, во-первых, таджики с таджиками, и хочу вам сказать, что впервые там в Таджикистане победили коммунисты, вы знаете, да, исламисты были коммунисты, в гражданской войне победили коммунисты. Ну, многие сейчас говорят, что там участвовали российские там, это, спецсилы, там, все прочее. Да, это было, но я хочу сказать, что народ поднимался, потому что они не хотели вернуться в 16 век. Они уже, это были самые, сам, вот Таджикистан самая просоветская республика, это дитя советской власти, потому что впервые это была создана витрина, да, Таджикистан, для, ведь, витрина социализма для, вот, передней Азии и Средней Азии, ну, за рубежом, в общем-то. На Таджикистан смотрели и говорили, как можно. Можно же, таджикистские фильмы смотрели, в Афганистане, концерты, фильмы смотрели, ну, советские, конечно, смотрели, в Афганистане, Пакистане, в Индии и восхищались. Афганцы до вторжения, да, завидовали нам, когда приезжали, видели, как живут там, да, в Таджикистане, они завидовали, говорили, выживете в раю. после того, как это уже было, да, и, конечно, война, многие, конечно, видели, как мы живем, хотели жить, как и, поэтому была революция. Ну, там, как произошли вот эти события, да, ну, как бы, когда наши вошли в Афганистан, ну, это мое чисто, конечно, субъективное мнение, что надо было, конечно, туда, вот как сейчас Россия поступает, посылать специалистов, да, ну, спецов, в Сирии я им иду, и интернационалистов, но войска нельзя было, но, тем не менее, то, что уже прошли, конечно, век, кстати, афганцы до сих пор очень хорошо относятся, ну, которые я встречаю, вижу, разговариваю, очень хорошо относятся именно к тому советскому периоду, когда, да. А не было разве в советское время в республиках Средней Азии вот этого вот возрожденного фактически феодализма, когда местный глава партийного комитета превращался в Бея, в Царька, откуда взялись все эти дела Гдляна, Иванова, разве... Здесь, конечно, были такие факты, я хочу сказать, что такие факты были, но все равно это было под контролем центра, потому что КГБ и все вот эти комитеты партии, в отличие от современной власти, там, ну, как бы, да, и в Таджикистане, в России, в Забикстане, не имеют таких мощных рычагов, как имел, да, то, советский советский власть, как, имея такой мощный парократический аппарат, как ЦК КПСС, те факты, которые вы говорили, да, имели место, особенно после смерти Сталина, когда умер Сталин, в 1953, да, и вот начались вот эти брожения, конечно, потому что вот мой дядя не разговаривал с соседом из-за решения 20-го съезда партии. Ваш дядя был Сталинистом? Да, Сталинистом. Он воевал, это дивизия генерала Даватора под Москвой, вот, и столько лет прошло, он никогда не простыл, он называл так презрительно Хрущевсом и все такое. Так что советский власть пускала глубокие корни именно в этих республиках, потому что это 70 лет пошли, а потом там же шли еще, была гражданская война, там, 20-30-е годы, и многие говорят, что там насилие, да, было насилие, но война не бывает, в том числе и в России, но в том факт, что впервые было им выдвинуто местным народом, да, альтернативный путь развития, социально-политические, там, как бы, да, альтернативы, путь социальной справедливости, ты можешь работать ради общества, а не какого-то эксплуататора, рубая, который последний крох и готов как бы с тебя это стянуть, чтобы ради наживы. А вот как выглядела до революции жизнь в Таджикистане или шире, там, Туркистан назывался, да? Мы же здесь привыкли слышать рассуждения о том, что советская власть уничтожила великую цивилизацию, которой была Российская империя, а как выглядела жизнь там? Знаешь, было следующее, почти, ну, копия сейчас, зеркальное отражение того, что происходит вот именно в бывших республиках, да? То есть, сегодня эти республики откатились до 1917 года. Пошли, да, они, кстати, не остаются от России, они тоже восстанавливают в угаре социальный реваншизм прежний вот эти феодальные ханские режимы, как Россия стремится реставрировать царский строй, да, в России, они же тоже видят, что сейчас на счет поднимают Романов, генерала Корнилова, Врангера, а там сейчас частей бывший Бай, бывший Эмир, который там правил этот, Басмачи, кстати, тоже это, Ибрагим Бек, Курбаши, этот, Дауэд Хан и все прочие, которые когда-то советской власти, ну, считались контрреволюционными элементами, бородавших против советской власти. Сейчас их тоже, конечно, поднимают на счет. То есть, это все их герои? Да, национальные, конечно, которые пострадали за независимость, национальную независимость. А было Хевинское ханство, было это Бухарский Эмират, да, был самый крупнейший, были, конечно, Каканское там, это ханство, они без конца между собой воевали. Пока Россия не присоединила ближе к концу 20-го, 19-го века эти ханства все, но они имели протекторат, находились как протекторат в царской России. Внутреннюю политику они делали, там расцветало рабство, были, конечно, нещадные эксплуатации бедняков, и люди жили, ну, как бы, испокон веков. Но были, конечно, плюсы, ну, особенно после 861-го рабства в России, там официально, конечно, согласно законам, рабство тоже было отменено, там. Но фактически оно существовало. Существовало, да. Существовал плод до именно революции. Почему революции? Сначала действительно была такая пропаганда, что это вот красные, безбожники, все прочее. Да, сопротивление пошло. Но потом народ понял, что основном воюют ради чего? Ради вернуться, что вот эти так называемые басмачи или лидеры национальных движений, которые боролись против красных, а до революции они же прекрасно припеваючи работали в прежней царской администрации. Банки там были среднедатские о нравах и житьях русских, которые жили в Ташкенте. Там, по-моему, у Некрасова, да, господа ташкентцы? Ташкентцы. Там прекрасно написано как. Там было четко такое взаимодействие компрадорской местной буржуазии национальной с российским капиталом. Там банки держали, торгуют эти компании, сотрудничали, никаких проблем не было. А когда вот красный, тогда началась действительно война. Но, опять же, еще раз повторяю, благодаря умелой пропаганде и умелой как бы подавать, вот вы говорите, как ему там плакаты там раздавали экспорирование частной собственности бесплатно крестьянам. Сначала они отказывались брать, ну, а потом понимали, что, ну, как, допустим, вот у нас был Айни, известный писатель Садердин, но за то, что он выступил несколько раз против как бы вот несправедливости царской Бухарской Эмираты, только за это он был приговорен 75 ударами палками, притом палки такие, знаете, Карагаж называют его, ну, такие специальные для полицейских там Бухарской Эмират, он еле там выжил, его освободили Красный, когда уже в 20-м году войска Фронзе вошли в Бухаре. Ну, постепенно вот этот появился новое уже поколение, уже несколько поколений, которые воспитывались. Кстати, этому националисту мы говорили, что он, если он бы сейчас бы я представить, я говорю, зачем, допустим, таджик, я бы ему сказал, зачем таджик в 41-м году здесь, что он ошивался здесь-то? Зачем таджик шел на фронт? Да, зачем шел? Великой Отечественной? Да, почему три дивизии кавалерийские воевали именно из Таджикистана, я уже не считаю, что там из Туркмении, Узбекистана. Сейчас тревоги все стали защитой родины. Это патриотизм не то, что там были пустые слова, а то, что там именно в тех республиках ковалась победа, эвакуированные заводы, фабрики работали там, я имя, обороны заводы. Таджикистан, кстати, первые, опять же, там выпускались там и парашюты, пороховые заряды получаем путем химической обработки из клопка, валфарами наконечники для снарядов тоже из Гатунемиду и получали это, добывали там в Таджикистане, в соседнем Узбекистане, Туркмении и Казахстане. Все это мы помним, это общеизвестный факт. Можно уточнить, это вы помните или кто-то еще помнит в Таджикистане? Таджикистане помнят, знаете, Таджикистане, как вы, это не пустые слова, если вы идете лично все присутствия, я вам приглашаю посетить, когда у вас будет возможность в любое время. Не ради этой самой показухи, а просто вы можете подойти любому Таджику, ход по следам Кишлака и скажете в Советском Союзе, они очень гостеприимно к вам хорошо относятся. Они русский язык еще будут знать? К сожалению, поколение, которое 90-х годов они забыли, слабо владеют. Но уже после 2006-х годов там процесс пошел обратно. Молодежь уже, они были уже, понимаете, везде были, и в Америке, там сейчас же свобода, и были в Австралии, и в соседнем Афганистане, и в Иране. Они сравнивают. И все равно вот это уже как бы они возвращаются, скажем так, то, что у нас говорят, русский мир, ну, как бы вот тот. И у многих наивнее, особенно после 90-х годов, они думают, что Москва, ну, Россия, до сих пор остается центром социальной справедливости, как когда-то Советский Союз. Когда Москва, это было вот, ну, как бы, да, центром, куда могли жаловаться, даже, вот, ну, я помню по поводу вашего вопроса, что какая-то была держава. Вот у меня у брата младшего, когда он ел арбуз, в горло застряла эта корка этого, арбуза корки. Он не мог дышать. Звонили в Мечный сельсовет, приехала эта скорая, не могли вылечить, пригнали самолет, Як-12, санитарный, прямо до какого-то там, извините, там, кишлака. Погрузили, отвезли в Душамбе, там, и вытащили эту корку и вернули обратно. И таких случаев сотни было. А народ помнит и сравнивает, как, кстати, Россия сейчас сравнивает, как жили и что имели, что и потеряли. Так что здесь вот именно раздор, к сожалению, выгодно именно национальным элитам, да, национальне буржуазии, которые, ну, стремят сохранить независимость, потому что им хорошо сейчас, почему бы нет, как и, кстати, на российские национальные буржуазии, которые, кстати, они, что-то, я вижу в их политических призывах или идеологиямах, нет у них последовательности. Я помню, в 90-х годах они орали, кричали, долой Средней Азии, это дотационные республики, они нам не нужны, они там, ну, по-моему, это сторонники там, Чубайс, кричали, давайте мы отделим одних, и в России, как птица Феникс, да, взлетает в небеса и под прогресс и все прочее. Ну, почему-то они не отказываются от рабочей силы, ну, раз такое дело нужно, не хотите, там, вам не нравится, к тому же националисту, может же, нет проблем, есть радикальные возможности закрыть государственные границы, никаких проблем. Попробуйте сейчас в Эстонию поехать. Нет, вы не можете поехать в Эстонию. Ну, да, на самом деле ситуация, ее просто не осознает никто, такова, что если внезапно изъять всю эту рабочую силу, то экономика просто рухнет. Ничего не рухнет, все это глупости, и вот это, опять же, мы говорим, повторяем вот эти мантры наших вот этих либеральных экономистов. Платите нормально людям, создавайте им нормальные рабочие условия, и... Извините, они, те люди, которые владеют средствами производства, привозят сюда дешевую рабочую силу не для того, чтобы платить им нормальные деньги. Пусть тогда вот этот националист жалуется своим национальным этим буржуям, которые не дают ему рабочим. причем здесь гастарбайтеры, которые именно из этих республик. Да у нас они не понимают другого, мне кажется, что у нас гастарбайтерами стали все регионы. У нас Рязани работает в положении гастарбайтеров в Москве, у нас Тверская область, у нас Смоленская область превратилась в тот же самый Таджикистан. Абсолютно. Я сейчас оттуда вентиляцию чинил, большие агрегаты. Там работают ребята из Липецка. Я говорю, сколько вы получаете? Ну, так обещают, 50, но дают где-то 30, дали, еще задерживают сейчас. Действительно, я не вижу это. Ну, они чуть-чуть еще как-то побаиваются граждан России. Кстати, хочу сказать, вы можете пойти по этим стройкам хотите устроиться, вас не возьмут. Знаете, почему? Или даже вот мне не возьмут. Если узнают, что у человека есть российское гражданство, ну, стараются не брать. Почему? Они говорят, ну, у нас нет рабочих мест, там, это, третий, четвертый. Ну, тут элементарно то, что вы сказали. Просто им нужны, конечно, люди без права. Без права, которые приезжают, готовы работать по 15 часов и терпеть всякие унижения и все прочее. Потому что эти люди создают им прибавочную стоимость. Прибавочную стоимость? Ну, опять же, я как объективный человек никогда, ни в коем случае не снимаю вины тот же гастарбайтеров, тот же, кстати, слово нехорошее. это когда советских людей, фашисты, угоняли в рабство из оккупированных территорий, называли астарбайтерами, да? Ну, астарбайтерами, да. Это просто советские люди, которые, дети их, которые, ну, здесь много, кстати, я считаю, приезжают на работу основную где-то процентов, наверное, 70, действительно, заработают, а остальные приезжают там, есть и криминальные конечно составляющие сюда приезжают, но большинство приезжает, потому что душно им в этих республиках, понимаете, там, почему, потому что там же границы тоже как бы там не развивается экономика, да, а здесь так и в России есть и отдушина, ты можешь там поступить в какой-то вуз, да, ну, допустим, технический вуз, которого там уже нет. Они уезжают, потому что в их родных республиках совсем все плохо? Плохо и плюс еще там в каком смысле плохо? И, во-первых, это безработица, раз, во-вторых, там, конечно, вот, нет такой, конечно, свободы, как в крупных таких мегаполисах в России, Санкт-Петербург, здесь все-таки жизнь, да, кипит, развивается, поэтому они тоже не хотят оставаться от жизни, и, ну, как бы, ну, для того, чтобы поехать в Англию, Францию, им надо выучить еще английский, хотя, конечно, ну, элитарный час молодежи здесь, Узбекистана, там, Таджикистана, там, не уезжает, особенно из этих туркмениев, в Турции, там, одно время очень было, конечно, но они видели, каком социальном условии живут турки или арабы, да, и они сравнивают, как жили в тот же Таджикистане, тот анекдот у меня знакомый, он работал в Афганистане, получал почти тысячи долларов в этом, в месяц, у афганцев, он чинил, обыкновение, он заканчивал свое советское время, Таджик, ПТУ, а он там стал чинить трактора белорусские, которые там, ну, в уходе строя, даже надо запустить заново, вот, как бы, элементарный один, один, как бы, индикатор форм, что давала советская власть, да, местным народам, причем они помнят до сих пор, как жили и стараются, что, ну, мечтают, скажем, чтобы вот эти, ну, конечно, чтобы вернулись вот эти порядки, чтобы когда... Советская власть, ностальгия по советской власти сильна. есть, конечно, нет, вот я, когда приезжаю, знаете, кто там отрицает советское, это, конечно, религиозные деятели, которые, ну, чуть не любят, естественно, советскую власть, местные там, не любят, это, директора крупных этих торговых центров тоже говорят, ну, что там, я сидел в Сахалине, за что сидел, я говорю, там был залмага в магазине советское время, мне была внезапная ревизия, недостаточная, и отправили мне там. А теперь он предприниматель, да? А теперь торговый центр, конечно, он, и как и господин Абрамович, ради этому ситуации, он говорит, да, мы, наше время. он сочувствует на словах гастарбайтера, который уезжает, деньги присылает своим родителям, эти деньги идут, это торговый центр, он эти деньги собирает, едет обратно в Китай или в Дубай, покупает это ширпотреб и обратно, в общем, экономит, замкнутый круг. Замкнутый круг паразитизма. Да, паразитизма. Паразитизма и деградации. Да, деградации нет ни заводов, ни фабрик, которые, как было в советское время, у нас вот недалеко был завод, винзавод, который в советское время поставлял по всем бывшим этим, ну, российским регионам плод, виноград, соки, вины. Ну, сейчас приватизировали его, ну, что там, не могут там, ну, не было, нет у него таких возможностей, как было тогда, ну, на государственном уровне, обеспечении, да, удобрениями, техникой и все прочее. Даже было двусторонное, да, как бы, развитие в этих республиках. Оно работало вплоть до 91-го года. А вот спросят тогда, а чего вот все эти ностальгирующие, все эти люди, которые хотели бы приобщиться к цивилизации, которые едут в Петербург или в Москву, чего они у себя дома-то не наведут порядок, не выгонят этих вот спекулянтов, барыг, не устроят у себя советскую власть? Знаешь, что, если я не буду брать за Узбекистан, Таджикистан, ой, за Узбекистан, садят, в Таджикистане это почти случилось. У нас была, еще раз повторяю, почти 4 года гражданской войны, и в гражданской войне победили коммунисти. Это были настоящие коммунисти? Были коммунисти, но дело в том, что как бы нас в гражданской войне это 20-х годов. Те настоящие коммунисти, которые пришли в руках к власти, одерживали победу, их убрали. Сейчас не буду говорить, кто, при том, не помощи третьих стран. И назначили верных товарищей, которые будут следовать Компрадорско-капиталистского пути, как в России. При том, было недовосмысленно, было заявлено господинем Ельциным, что мы что, здесь покончили коммунизмом, вы хотите, чтобы их возродить? Что-то мне эту историю с Донбассом напоминает. там они сказали, пусть, черт с ними, с этим, исламистов помогут, пусть, помогите им. Стали им помогать, но потом оттуда пришли сообщения военных, что ну, это же ребята бесшабашные, лучше уж давайте это самое. прежних, старых, добрых. Ну, они, конечно, потом уже... А потом зачистили всех буйных. Да, буйных убрали, там, кстати, шли в атаку именно под красными знаменами. там. Ну, там были, конечно, ну, допустим, передовики колхозов, да, такие были, вимпелы, вот с этими на танках все шли. А то много говорят, что вот там воевали. Да, были, конечно, и это, но основном воевали там местные. Вот, я не одерживаю победу, но потом вот так пришло, ну, и, конечно... И вы что хотите сказать, что сейчас уже ничего не поправите? есть, и сейчас идет обратный процесс, что вот эти формы протеста, к сожалению, имеют, это уже религиозные. Исламистские. Исламистские. То есть религия стала определяющим фактором? Да, религия. Вот, кстати, в этих стройках вечерами иногда приезжают несколько уважаемых людей, бородатели, совершают молитву и говорят, братья, что вы здесь страдаете? Работаете на этих проклятиях. Кофирах. Псионистов, да, и всех прочих, вот, которые здесь работают, и все нехорошие, кровь у вас сосут, давайте-ка вот туда. Туда, это в смысле в правильную организацию? Да, правильно. Это вы чувствуете, это вот сейчас происходит в Москве? Ну, это я, конечно, не хочу вот так заявить, как бы, да, но это чувствуется, понимаете? Некоторые так называемые вот силы политические этому способствуют, притом из России. Вы имеете в виду, что этому распространению религиозного экстремизма способствует распространение нашего великодержавного национализма? мне это говорил министр безопасности Таджикистана, говорил, мы к вам отправляем наших этих рабочих, ну, как бы, в надежде, что их спасем из-под влияния исламистов местных, они от вас возвращаются ваххабитами. А ваххабитами они становятся, потому что видят вокруг несправедливость, неравенство и унижение. Да, благодатную почву это вот попадает. А по поводу, что пропаганды и вот именно левых идей, я считаю, что это, конечно, большое упущение КПРФ. Я уже несколько раз конфликта у меня было, не конфликта, но было обращение, что надо работать именно по вот этим направлению. не замкнуться в этих предвыборных кампаниях, а вот что на предприятиях. А как? Это же по факту реально трудящиеся. Заходишь ты в супермаркет, где на кассе сидит девушка из Киргизии, или ты видишь настройки рабочего, неважно, да, то есть ты видишь людей, которые продают свой труд. И получается, что единственный, кто пашет эту Ниву, это религиозный фанатик. Ну, пока да. к сожалению. А, во-первых, насколько сами рабочие восприимчивы к религиозной пропаганде? А во-вторых, как их убедить в противоположном? Дело в том, что они большинство, конечно, ну, молодые люди, они максималисты, да, они там стараются как бы вот именно одним движением все проблемы решить, но они все равно их меньшинстве нет такого массового. Это большая привывка было в Таджикстане, когда была гражданская война. Эйфория была такой, пришли вот эти товарищи из этих наших вот религиозных деятелей, они, которые говорили, завтра же у нас будете жить как Абу-Даби, у нас будет, будем как шефы жить, у нас никаких проблем для этого нет, все есть у нас наша республика, самая богатая республика. А потом, когда началась гражданская война, да, это уже оттолкнуло молодежи, это как бы было привывки. Но и в Узбекистане, конечно, и в Туркмении, других республиках это вот есть вот эта как бы проблема. Оно уходит, загоняется глубь, но есть, потому что почему, кстати, один из факторов, почему выдавливаются вот эти элементы вне национальной границы этих республик. Местные правители тоже, они не глупые люди, они вот эти пассиональные элементы выдавливают. То есть вся молодежь, у кого кровь кипит от несправедливости, все в Россию. Ну, идите, мол, ребята, что вы тут это, ну, учитесь там, работаете, а мы тут как бы сами без вас как-то. Ну, а как все-таки вести работу с этой молодежью? Вот КПРФ, вы сказали, игнорирует эту тему. А как правильно подходить? Дело в национальных языках, они не используются? Или в чем проблема? Проблема в том, что до сих пор Россия, я, кстати, я говорю сейчас не о России, а о левых движениях. Левые движения, левые движения, значит, во-первых, они как-то замкнуты в своих вот этих рамках, своих уставах, программах, они как-то забыли вот те большевистские коммунистические интернациональные посолы и позывы, которые были когда-то, да, ну, когда во время 30-х, 20-х годов, когда идея была яркая, но не признавала различные границы. И работали, привлекали, проблем нет по поводу сейчас интернет, там все умеет читать и на русском никаких проблем. Было бы как привлечь их, для чего привлечь их. Надо им создавать яркую, какую-то там ближайшую перспективу, что вот мы, ребята, вот работаем ради то-то, то-то и не ради, допустим, там, именно, допустим, России, да, и Казахстана или Узбекистана, а для того, чтобы создавать, возродить бывший союз. И создавать им надо яркие какие-то очертания. Будущего. Конечно. Что вот, ребята, это реально, это реально. Это не халифат, это вот общество справедливости. Да, потому что это первый поколение, вот наше поколение помнит все это дело, да, они же рассказывают, как мы жили. И никаких, когда бам, отправляли людей, в райком не могли набирать 200 человек. Потому что вызываешь комсомольцев, говорят, я тракторист 250 получаю, зачем мне надо бам? А как же тогда взаимовыручка комсомольского? А были активисты, которые пошли. Ну, мы же, я же помню, это райком комсомола, там, мы спрашивали, кто пойдет, кто не пойдет. добровольно. Иногда говорят, что за длинным рублем. Нет, просто люди были, конечно, идейные, они шли. А те, которые именно из меркантильных соображений, говорят, я работаю в колхозе, мне этого достаточно. То есть, таджик трудно было вытащить именно в просторах бывшего этого. Я к чему это? Очень, скажем, консервативны в этом плане были. Ну, закон и капитализм сейчас диктует другое. То есть, вот этот консерватизм природный, исторический, он отступает под ударами капитализма. Удара капитала, да. И капитализм в свою воронку затягивает сотни тысяч молодых рабочих из Средней Азии, которые начинают понимать, что жизнь устроена вовсе не так. Но, но все-таки, вот я не знаю, мы по опыту республик Кавказа, Прибалтики, украинскому опыту, мы видим, что, молодежь настроена предельно антисоветски. Они винят нередко во всех своих сегодняшних бедах каких-то большевиков из 20 века, которые лишили Украину, Молдавию, Грузию, Армению. Лишили своих... А если бы не большевики, все бы... А как в Средней Азии? В Средней Азии, слава богу, это не грозит, потому что они не могут поднимать под антикоммунистическое. Во-первых, это нет Советского Союза уже. 30 лет прошло. Какие ваши достижения, господа, за 30 лет? Вы хотя один из этих достижений, которые достигла Советская власть, покажите, и мы посмотрим. А то, что у Украины происходит, это совершенно другое. Там, я считаю, я не буду интерпретировать факты вмешательства, конфликт между Россией и Украиной, но они... Тут совпадало сейчас несколько факторов, которые... То, что вы говорите. Во-первых, это конфликт на Донбассе, Крым, проблемы Крыма. И, естественно, националисты очень удачно используют этот момент, притом, для того, чтобы разжигать, вот именно искать корни проблемы. Ну, конечно, это все поддерживается Западом. То есть, декоммунизация в Украине, на Украине идет именно, конечно, благодаря вмешательству внешних сил. Ну, и ясное дело, конечно, там националисты были, особенно западные, это я знаю. Кстати, у меня отец служил там во времена... На Украине. При Сталине, да, там, сапером был. Столкнулся с этим. Да, да, да. И там расскажут, что это... Ну, как у нас басмачи были, у них вот так, так же. Вы занимались и ближневосточной проблематикой, четыре года вы работали в Ливии, насколько я знаю. Что вы думаете о вот этой череде гражданских войн, конфликтов, которые регион охвачен сейчас? Только ли это объясняется вмешательством империалистических держав? Или же, как некоторым... Вот у нас был профессор Зарасов некоторое время назад. Он видит в этом проявление назревающих в мире периферийного капитализма классовых противоречий. В общем-то, здесь частично я тоже согласен. Почему? Потому что там, именно на Арабском Востоке эта проблема развивалась давно, еще в 50-х годах, в 40-х годах. Но череда так называемых революций левых в Египте, в Сирии, они, конечно, как-то... В Ираке, кстати, на движении баосистов, все это как-то на какое-то время отодвигало. Создавало некие условия социальных лифтов, когда молодой человек, будучи военем, он мог делать карьеру, там тоже были проведены кое-какие культурные революции, но, конечно, не как глубоко, как в Советском Союзе, когда у нас была действительно подлинная культурная революция, была проведена ликвидация полной неграмотности, коренные перестройки социально-экономической формации. У них нет, они как бы это вот затушевали под религиозными мировоззрениями, для того, чтобы как отодвинуть социально, что мы все братья, социализм в Коране написано, все этот социализм, зачем нам какой-то пришли социализм, мы все братья, но, тем не менее, эти проблемы есть, потому что в Египте, в странах Магриба, да, тот же Марокко, огромные безработицы. И огромное количество молодежи. Молодежи, безработицы. Молодая страна, Сирия, молодая страна. и люди не могут найти себе, нет, это правящие режимы, консервативные, они уже правят десятилетиями, не проводя подлинные экономические, социальные, экономические там, реформы в стране, вот. а люди видят, что страна, они остаются от мира, да, вот, тут же Европы, почему они рвутся в Европу, потому что они не видят перспективу себя дома, поэтому рвутся туда. и зачастую вот эти формы революционные получают, конечно, реакционные продолжения, но импульсы, конечно, получают от лица молодых людей, которые недовольны, как там живут, и они хотят изменить, но этим умело, ловко воспользуются именно вот реакционные круги, которые там начинают потом возглавлять эти революционные движения, и в итоге приходит это все как бы затухание и останавливаясь. Ну, получается, такая гигантская мясорубка, которая крутится саудовскими деньгами, медресе, пропагандой религиозной, правильно, да? В это же во все вмешиваются иностранные грабители, которые бомбят, которые вывозят, и в результате оказывается, что огромный регион просто действительно погружен в Средневековье. В этой связи, как вы думаете, возможно, какое-то революционное возрождение на Востоке, на Большом Востоке, ну, вот такое, какого ожидали в начале 20 века? Я думаю, что там, конечно, к сожалению, ну, как бы, есть у них распространение именно левых движений, но как бы уже очень мало, особенно, конечно, в Алжире это есть, в Тунисе я разговаривал ребят, которые, ну, Ливии, естественно, но это очень мало, но они особенно одно время было стадии разочарования именно социализма, но потом, когда они видели, какие успехи достигает маленькая страна КНДР, да, для арабов сейчас Северной Кореи это идеал правления. Серьезно? Да, да, молодежь, они буквально презрительно бросают своим эмирам, ханам и всем прочим шейхам, говорят, ну, что у вас там, ваши эти сундуки с долларами и счета в западных банках, вы перед американцами ничего не можете делать, а маленькая страна, которая получила почти параллельно, как и мы, независимость, да, по-моему, после Второй мировой войны, вот каких-то успехов достигла, вот технологии, вы знаете, что Северной Кореи вопреки нашим этим либеральной матрице пропаганде, которая пропагандирует, что это такая страна остальная, только бросает, это самое, угрожает миру войной, на самом деле очень высокотехнологическая страна. Северная Корея активно сотрудничает в области ВТС с арабскими странами, ну, там, поставляет ракеты, там, бронетехнику и другие, там, технологии, которые видят, арабы, как, и они стараются, там, вот, ищут, ищут именно для того, чтобы найти какой-то там для себя национальный, вырабатывается, но на основе вот этих религиозных у них не получается, пока, потому что, вот, да, как бы, возрождение той эпохи, которой было, да, золотой век, он идет во многом противоречии современной реалии, капитала, с прогрессом, до прогрессом, поэтому они вынуждены найти альтернативные именно источники. Россия предала Ливию? Я думаю, да, потому что, это не потому, что мы, Россия, конечно, ради кого-то жертвовать, нет, просто хотя бы ради своих стратегических и экономических интересов, мы там потеряли, пошли до 40 миллиардов долларов, да, очень были проекты хорошие, что те зачатки от Советского Союза, когда там наши военные базы были там в Триполе, в Бенгазе, там, военно-морские, дальше мы активно сотрудничали по линии ВТС, и много ливийцев учились у нас, да, как и, кстати, сирийцы, и они очень надеялись, но в угоду вот так семиминутным политическим конъюнктурам, к сожалению, вот руководство принимало такое решение, которое вот этот шаг, ну, были восприняты негативно в Ливии, но самое главное, что в Ливии есть и про эти исламические, да, и про западные эти силы, которые там между собой воюют, и они, к сожалению, до сих пор уже относятся уже подозрительнее к нам, ну, типа того, что... Когда мы говорим к нам, мы имеем в виду не просто там руководство, а власть капитала в первую очередь. Ну, на... к России очень, вообще русским людям очень хорошо относятся Ливии. Ливии вообще очень добродушны. Они вот, в отличие, допустим, от соседних араб стран, они более открытия, они могут говорить в листу то, что у них на душе угодно, и они все помнят, вот как мы работали в те времена, и были какие прекрасные отношения. И, ну, вот так случилось. А вот эта вот сегодняшняя ситуация, когда войска Халифа Хафтара, человек, который 20 лет прожил в Соединенных Штатах, агентом ЦРУ без всякого стеснения и все не называется, эти войска штурмуют Триполи, а в обозе сам этот человек разговаривает с Трампом, в обозе его движутся наши советники и военные специалисты и так далее. Это что, это вот так выглядит новая большая игра, просто интересы капиталистов, идет просто грабеж. Да, в общем-то, вот надежда того, чтобы, если одержит верх Хафтар, он может как-то поделить, да, как бы давать какие-то кусок ливийского пирога. Но, к сожалению, вряд ли, потому что ливийцы они в основном большинство стараются, чтобы вернуться сейф ислам к власти. Потому что для ливийцев он сын Каддафи, и он олицетворение вот мож и могу, что просветание ливийской джамахиреи. И они, в данный момент, конечно, господин Хафтар мог бы хотя бы искупить свою вину временно, да, там, вот за то, что он творил, там, и когда была Чадская война, там, когда дезертировал, и после того, как вот уже участвовал этой, да, контрреволюционные мятежи, он бы мог участвовать, взять хотя бы в союзники сейфа ислама, и выдвинуть ясные политические, экономические какие-то программы. Тогда многие ливийцы действительно устали от войны, пошли за ним. Но он как бы вот старается, как бы угодить хозяевам, поэтому... А наши надеются получить кусочек пирога. Да, ну, таково уж закон капитала, ну, никуда не денешься. И последнее, хотелось бы вот еще что узнать. Вот есть такая точка зрения, мы знаем, что конфликт внутри партии большевиков в свое время был с этим связан, делать ли ставку на пролетариат в продвижении революции или на союз пролетариата с крестьянством. В Средней Азии пролетариата практически не было. И многим кажется, что именно поэтому феодальные порядки там вернулись быстро в той или иной форме. И именно поэтому Советский Союз внутри себя не смог преодолеть все эти противоречия, примирить новый уклад, прогрессивный уклад, социалистический уклад с пережитками феодализма. И значит, вот это дело было обреченное. Я не считаю так. Почему? Потому что опыт революционной дивизии в Китае и развивающей страны показал, что действительно именно революционной силой может быть выступить союзом с пролетариатом и крестьянство. В Китае же была крестьянская война. А то, что вы говорите о Средней Азии, было это на самом деле действительно не было пролетариат в таком классическом понимании. Но были крестьяне, которые обездолены, которые в конце концов шли за советский власть и в итоге победили. Потому что нельзя победить в той же партизанской войне, если народ не пошел. Тот же Афганистан и другие страны. Все-таки народы Средней Азии пошли за большевиками, потому что, еще раз повторяю, они выдвигали ясные политические, экономические, альтернативные программы, которые устраивали всех. А по поводу того, что вы говорите, быстро, какие-то феодальные эти самые в Средней Азии это, может быть, как это о республиках, но я в данный момент говорю о Таджикстане. Таджикстане до сих пор это советское государство. У нас были какие-то поползновения по поводу Паранджи, какие-то восстановления в феодальных баевских условиях. Это одноклассно пресекается нынешним президентом, потому что он тоже, как бы не говорили, бывший коммунист. По поводу антисоветских выступлений именно на Украине в других республиках у меня смутное подозрение, что нынешние политические бомонды и в России, кстати, завидуют тем же украинским товарищам, потому что у них лень напад и идет антиукраинский, антисоветский вот такой, да? Ну, они здесь пытаются то же самое делать. Да, 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 просто здесь стесняются они. На самом деле здесь, еще раз повторяю, что вот этот так называемый деструктивные силы, да, или как называемые антисоветские или антикоммунистические, оно распространено не только там в республиках Средний Азии или Украине, оно везде есть. Другое дело, что есть люди, которые поддерживающие, да, прокурсоветские, их надо поддерживать, ну, как бы объединиться, а не создавать искусственные перегороды, которые, кстати, добываются нашими и другие и за океанами и внутри страны. сея рознь между народами. потому что им выгодно, это мутной воде, как говорится, легко, вот особенно в частности экономической, социально-политической этих вот так называемых кризисов, да, я уверен, что они могут использовать эту карту. Эта идея, красная, социалистическая идея, самая последняя, она еще вернется? Я считаю, да, не потому что я считаю, что вот именно бывший там это, как бы, да, вот сейчас советский человек, член партии, нет, я считаю, что вот даже из перспективы развития человечества с чувством зрения экономики, экологии, нравственности, все равно другого нет, потому что религии, к сожалению, не могут это возродить, ну, тоже, если берем наш советский, не могут религиозные ренессансы восстановить наше единство. Может, только это идея социальной справедливости, естественно, это коммунистические идеи, потому что, ну, нет, вот, альтернативы пока, а любую идею можно модернизировать. Что, у нас еще не было капитализма до 17-го, был капитализм царский, ну, а теперь говорят, вот, это же тот же капитализм. Просто любую идею можно оболганить, Ахаева, там можно и возродить, и продвигаться дальше, как делают, китайцы. Как бы ни говорили, что вот там у них элементы состава капиталистического развития, но я до сих пор вижу, там звучит гимн Коммунистической партии Китая, да, парады там. Товарищ этот, к Цезианпин, да, в парадах не сидит, как мы с вами, скамейки, а в скромном френче стоит на трибуне товарища Мадзи Дуна принимает парад. Будем надеяться, что те, кто так воспринимает Китай, не обманываются. Ну, в любом случае, это наше, как бы, да, одно из аргументов нашим недругам, что не все так уж плохо. И не все закончилось. Не закончилось, Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.